В связи с наступствами снегопадов коммунальные службы Гомельской области працуют во узмоцненном режиме. В вынику необходимости работы по очистке дорог ведутся круглосуточно. Про цех темы в материале наших корреспондентов. Для ликвидации наступствов снегопадов заразная дорога Гомельской области працует около 200 одинок техники. Мониторинг ситуации ведется постоянно. Причем до этой справы долучились не только коммунальные службы. У беспечных дорогах сегодня вельми затекавленные супросовники держат инспекции. С подшатком снегопада у колькость транспортных здоровья не повелешилась. Причем есть выпадки со сморотным заходом. В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением обильных осадков в виде снега, понижением температуры, а также порывистым ветром, госавтоинспекция с 9 февраля ввела на территорию Гомельской области специальный план погода. На территории Гомельской области с 9 по 11 февраля было зарегистрировано 357 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Четыре учетных дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранение и один человек погиб. В целях оперативного реагирования по приведению уличной дорожной сети в безопасное состояние сотрудниками госавтоинспекции круглосуточно осуществляется мониторинг проезжей части и тротуаров с последующей передачей в диспетчерские службы дорожных и коммунальных служб для последующей обработки данных улиц, тротуаров и проезжих частей песчано-соляными смесями. Среди наступства снегопада у порушения графика уруху громадского транспорта на пригородных маршрутах. А прошла того зарегистрованы выпадки, коли до населенных пунктов не могли доехать автолавки. Але, бадай, найбольш складана ситуация сёння на дворовых территориях у тимлику у Гомелі. Скаля 500 городских дворников, які выходят на улицы у шесть годин раніцей, полностью вырешать проблему не могут, хоч і оказывают на ситуацию агульный вплив. А прича того техника, яка є у коммунальников, оперативно очистить усе дворы просто нездольная. Хоть после того, як основные магистрали стали більш пригодными для проезду транспортных сродков, спецтехника почала більш активно використовуватися, мінавіта, на гэтых территориях. Інша справа, що шмат який у ладальніки приватних авто паркуються таким чином, що вести тут некі роботи немагчима. С начала зимнього періоду було зарасходовано порядка 24 тисяч тонн песко-соляної смеси. В першу очередь приймались меры про розчистки проезжих частей, улиц с движением общественного транспорта, основных магистралей, мостового путепроводу. Щас основной упор делаем на розчистку дворовых территорий, подъезду к контейнерным площадкам. Активно, надо сказати, поблагодарить население, помогло і приняло участие. Якщо взяти такий сильний снегопад 12 февраля, то порядка где-то 1930 человек населения вышло на розчистку дворових территорий, ну, помощь оказати нам, коммунальним службам. Ну, і хотел би ще попросити автовладельців не оставлять по возможності на улицах припаркованую на ночь машину, потому що работает спецтехніка і тяжело порой бывает розчистити повністю улицю.